Дружба народов Доброе утро, уважаемые гости! Доброе утро! Ирина Егоровна, ну чему посвящен фестиваль, он проходит впервые у нас, с какой целью, да? Ну доброе утро, дорогие зрители! Я хочу сказать, что в июне месяце у нас открылся новый кинозал «Россия» в Доме дружбы народов имени Алексея Алексеевича Кулаковского, где демонстрируются все кинофильмы, которые идут в кинотеатрах города. И на этой неделе у нас проходит первый международный кинофестиваль кыргызского кино, посвященный 90-летию великого мирового классика Чингиза Айтматова. Первый день фестиваля мы торжественно открыли, его и демонстрировался фильм «Джамиля». Второй день фестиваля зрители встретились с нашим уважаемым гостем Талайбеком Кульмендиновым, а вчера у нас состоялся, да, вчера у нас состоялся круглый стол Чингиз Айтматов «Связь времен и народов», где мы узнали много интересного о жизни и деятельности Чингиза Айтматова. Конечно, фестиваль проходит с целью гармонизации межнациональных отношений и установления сотрудничества, содружества с кинематографистами Якутии и Кыргызстана. Вот такая у нас цель. Сегодня проходит четвертый день фестиваля, мы посмотрим фильм «Материнское поле», тоже такой хороший фильм по повести Чингиза Айтматова. И завтра, последний день, идет кинофильм «Белый пароход». Отрадно, что у нас уже посетили сеансы более трех тысяч человек. Залы всегда полные, народ приходит. Когда кинофестиваль, сеансы бесплатные, мы приглашаем в наш кинозал «Россия» и сегодня и завтра на кинофестиваль. Сегодня сеанс с 7 часов и 8.30, завтра с 6 и тоже с 8.00. Следующий вопрос, конечно же, нашему гостю. Толбек Акжелтович, вот расскажите вот о этих картинах, да, вот о чем они, картины? Почему именно вот эти картины вы привезли и, может быть, какая-то взаимосвязь есть? Во-первых, отрадно, что на какой-то земле проводится такой фестиваль, он такой уникальный. Уникальность как раз заключается в том, что это у кыргызского кино богатая история, у него авторитет на международном кинофестивале высок. И вот я все время повторяю, что кыргызское кино, он является авангардом среднеазиатского кино, да? Об этом говорят наши соседи, коллеги и так далее. Провезли 5 картин, это картины советского периода, так можно сказать, и рассвета кыргызское кино. В свое время кыргызское кино считалось тоже как бы авангардом советское кино. И в те времена говорили, что советское кино – это грузинское кыргызское кино плюс масс-фильм. И в те времена кыргызское фильмы назывались «Кыргызским чудом». То есть они как бы завоевывали призы на престижных международных кинофестивалях. И мы вот привезли именно 5 картин, которые заранее упомянули. То есть это произведения, снятые по произведениям Чанг Зайдматова. Это Джамиля, первый учитель. Как вы знаете, Джамиле режиссером была Ирина Поплавская, первым учителем Андрон Кончаловский. Впоследствии все они стали метрами, можно сказать, советское кино. Действительно, фамилии достаточно известны. Да, и я думаю, этот фестиваль станет традиционным. И у якутского общественности, якутского зрителя возможность посмотреть дальнейшими кыргызские современные картины. Я думаю, мы в этом русле будем продолжать и будем привозить на этот фестиваль современные кыргызские картины. А вот, как говорится, ответного визита не ожидается? Какие-то планы уже есть, может быть, с якутским кино? Мы планируем, мы в прошлом году, проводя Дни литературы и искусства Кыргызской республики, мы с кинематографистами договорились о продвижении совместных картин, о создании совместных картин и, соответственно, проката и якутской картин на кыргызской земле, соответственно, и кыргызских картин. Ну, в этом отношении работа ведется, мы планируем создать совместную картину по произведению Акмата, это «Пегий пёс», «Бегущий к краям моря». Я думаю, у нас будет впереди множество проектов, я думаю, мы как бы родственные народы, рано или поздно, как бы, картина будет прокатываться и, соответственно, будем делать совместные фильмы. Но итогом нашего фестиваля станет подписание соглашения между Домом дружбы народов имени Алексеевича Кулаковского и Союзом кинематографистов Кыргызстана о сотрудничестве. То есть фестиваль не единственный будет, не последний, а будет продолжение. Ну и если очень коротко, о якутской публике, как они вообще встречали эти фильмы? Зрителям ведь была? Насколько интерес? Ну да, в принципе, перед началом картин мы пообщались, в принципе, у них то же самое, то есть будут ли созданы совместные картины, будут ли прокатываться, потому что народ-то знает, что, как бы, у якутских кинематографистов есть картины, да, хотелось бы их, как бы, донести до кыргызских зрителей, и, соответственно, наоборот. Что ж, огромное спасибо, уважаемые гости, что пришли к нам этим утром. Ну, мы, конечно, всех телезрителей ждем. Да, призываем присоединиться к кыргызскому кинематографу, если не знаете узнать, что это такое. Еще два дня приглашаем в кинотиар, в кинозал «Россия. Дома дружбы народов». Смотрите новый день каждый день. Увидимся завтра.